Здравствуйте, зрители и читатели свободной прессы! Сегодня в открытой студии Олег Бондаренко, директор агентства стратегических коммуникаций, директор российско-украинского информагентства. И беседовать с ним буду я, Константин Цивилев. Ну а тема у нас «Украинский узел. Война. Знак вопроса. Мир. Знак вопроса». Давайте начнем сразу с вопросов наших читателей. Вот Максим спрашивает. Самый главный и естественный вопрос по теме – насколько сейчас обстановка способствует развязыванию вот этого узла? Потому что это Максим все продолжает. С одной стороны, у самой Украины и новых республик уже нет сил для продолжения войны. А с другой – нет желания пойти на мир основательный и до конца. Вот чтобы совсем не запутывать вопрос, давайте вот эту часть хотя бы начнем обсуждать. Здравствуйте, во-первых. Все-таки этот узел, он только не так давно на наших глазах с вами завязался. И, увы, на мой взгляд, не имеет перспективы ближайшей развязки. Скорее, он будет, наоборот, еще больше становиться все с каждым моментом, с каждым событием. С событием, к сожалению, не хочу быть каким-то какой-то кассандрой, но будет еще много негатива, будет еще много трагедий на Украине. Украина только входит сейчас в череду настоящей такой турбулентности. И закончится это все не быстро. Для этого понадобится несколько лет. Это может быть сопряжено с продолжением гражданской войны. Это может быть сопряжено с поиском новых каких-то государственных или протогосударственных формаций теми регионами, которые останутся на месте нынешней Украины. В том, что это случится, я нисколечко не сомневаюсь, потому что Украина по своей природе, сейчас, чтобы коротко так вот емко объяснить, это было исключительно советское образование. Вне интернационального духа, вне мультикультурного, в хорошем смысле этого слова, состояния, где все со всеми общаются на разных языках. И как это всегда было на Украине, люди, не замечая, переходили с украинского на русский и наоборот. Вот вне этого духа Украины нет. То есть она есть, но она есть в очень сильно скукожившемся состоянии нескольких буквально регионов, которые и то, может быть, еще не факт, что вместе живутся. Например, Киев и Львов в перспективе я не вижу вместе в одном государстве. Потому что если идет этот процесс регионализации, а он уже запущен, остановить его сможет только какая-то большая сила. Этой силы нет внутри Украины, это может быть только внешняя сила. А внешние игроки, вы знаете, ни на Западе, ни на Востоке не заинтересованы в сохранении нынешней Украины, в нынешних ее границах. Давайте признаемся честно, в этом нет задачи ни для России, ни для Европы. Но, по крайней мере, один человек-то заинтересован. Вот есть такие цитаты, что Лукашенко выступает за единство и неделимость Украины и против Новороссии. Если спросить сейчас Зурабова, он тоже скажет, что он за единую и неделимую Украину. Давайте будем делить те дипломатические реверансы, которые делают президенты и дипломаты, и правду жизни. Правда жизни такова, что процесс... То есть Украина, на самом деле, до последнего момента, как это исключительно бывает в украинском менталитете, тянула с выбором. В каком составе ей дальше находиться. Да, ну вот, это была, кстати, ошибка изначально, я думаю, это была преступная ошибка, за которую нужно будет впоследствии судить Виктора Януковича, конечно же. Когда он сделал для себя европейский выбор, пойдя на поводу у, так скажем, верхней части украинской элиты, там, медиа-элиты, политическая элиты, бизнес-элиты, которая, конечно, вся давно уже была на Западе умом, телом, семьями, финансами и так далее. Он-то думал, дурачок, что это будет всего-навсего такая мулька, а мы тут пока будем под столом пилить, значит, деньги в интересах семьи, семей нескольких, а для общества мы вот такой фасад сделаем, что мы как бы Европа, и мы идем в Европу, и пускай вот к нам ездят эти еврокомиссары, может, они тоже денег нам привезут, которые мы распилим потом, и с Россией у нас как бы будет все хорошо, то есть всех обмануть, но это вечная, извините меня, довольно распространенная история, характерная для украинской элиты. И он просчитался, в итоге обманули его, он-то думал, что это такая игра, в которую можно поиграть, так называемая европейскость, а это казалось, что он не он играет, а им играет. И, собственно, он просчитался и находится теперь там, где он находится. Но ответственности ни в коем случае это с него не снимает. Так вот, в результате этого движения у Украины был вариант либо остаться той постсоветской Украиной как частью исключительно постсоветского пространства, в этом смысле, безусловно, частью Евразийского союза, таможенного союза, там всех возможных организаций, там от СНГ и до АДКБ, и тогда сохранится в нынешних постсоветских границах, границах, которые фиксируют мультинациональную, мультиконфессиональную, мультикультурную и мультилингвальную Украину. Это был один вариант, но он был отвергнут. Он был отвергнут силой обстоятельств, частью сделавшей выбор в пользу так называемых европейских ценностей украинской элиты и поведшимся на поводу у этой элиты, пошедшим Виктория Януковича и его окружения. А что предполагает европейский выбор? Европейский выбор предполагает исключительно Европу регионов, Европу наций, то, что сейчас мы можем наблюдать во всей центральной и восточной Европе. С расцветом такого местечкового национализма и так далее. Это давний принцип, который исповедовался везде англосаксонским миром, разделяя властвую, но в этот раз он в таком виде пришел на Украину. И вот это огромное 45-миллионное в недавнем прошлом образование столкнулось с абсолютно экспансионистской политикой одного региона, в данном случае Галичины, в отношении три области, Ивано-Франковская, Тернопольская, Львовская области, в отношении всех остальных оставшихся 25 бывших регионов Украины, которые, конечно, не были к этому готовы. Но чем отличаются украинские националисты, например, от русского националиста? Русский националист, когда приходит, допустим, в Днепроветровск и видит, что здесь, как в известном в том выражении, не все так однозначно. Есть, допустим, 55% русскоязычных, русско-культурных жителей, идентифицирующих себя с частью русского мира. Есть, допустим, 35% украинскоязычных жителей, идентифицирующих себя с хуторской Украины. А есть там еще какие-то нацменьшинства, допустим. И русский националист смотрит на это и думает, нет, все-таки здесь нет там 80%, 98% поддержки, как в Крыму. Я, наверное, не буду здесь работать, говорит он себе. Что делает в его случае украинский националист? Он приезжает в Луганск. На украинском языке говорит, в лучшем случае 1% населения. Где Тарас Шевченко в лучшем случае читали выпускники последних 10 лет вузов обучения. Где подавляющее, тотально подавляющее большинство является частью русского мира. Он говорит, нет, ничего подобного. Это Украина. И через 10 лет соотношение меняется. 99% говорящих по-русски превращается в 79%. Завтра, еще через 5-10 лет, эти 79% превращаются в 59%. И вот проходит 25 лет, и в этом городе уже то, что произошло, допустим, с тем же Днепропетровском, или с Одессой, говорит, за 23 года независимости Украины уже есть, ну, добрая треть населения, считающая себя украинцами. Вы очень точно подметили черту терпимости русского человека, пусть даже и националиста, потому что я вот вспоминаю, как 100 лет назад, в 1914 году, российские войска все-таки взяли Львов, он же был австро-венгерской, и в то же время, несмотря на то, что там была и комендатура уже российская, и губернатор уже был назначен царем, они даже разрешали в приходах католическим священникам, если там большинство вокруг вот этого прихода, люди католического исповедания, пожалуйста, проводите, даже предоставляли им приходы православные, утварь предоставляли, разрешали не славить царя Николая II в молитвах, то есть настолько вот была вот это как бы захвачено. Я вообще считаю, что Галичина это была одна из ошибок, конечно, Сталина и сталинской политики, потому что здесь очень важна была последовательность. Если уж в 1939 году по пакту Молотова-Риббентропа присоединили этот регион, то его нужно было уже ассимилировать полностью, так как ассимилировали Кёнигсберг. Где сейчас в Кёнигсберге вы найдете, допустим, какие-то там пронемецкие настроения? Да, ну, за исключением какой-то, знаете, какого-то фольклора их нет, в принципе нет, потому что нет их носителей, физически нет их носителей. Вот нужно было сделать то же самое с Галичиной. Нужно было просто ликвидировать всех носителей вот того, тех бандеровских идей, которые бегали по лесам до конца 50-х годов, как мы с вами знаем. И тогда уже этот бы регион мог бы стать частью действительно советской цивилизации. А так получается вся Украина, в чем ее главная противоречия? Украина есть исключительно советский продукт, и только Галичина оставалась в нем неассимилированным ядром. И это неассимилированное ядро, как вот недавно тут приезжало несколько украинских политологов, которые, кстати, сейчас спокойно приезжают в Москву, чем нельзя сказать о наших с вами коллегах на различные эфиры. Действительно, к сожалению, Галичина сейчас разрослась до размеров там больше половины нынешней Украины. И Киев, к сожалению, стал таким же еще хлеще Львовом с точки зрения удивительного феномена русскоязычных русофобов, которые появились в большинстве своем и в Киеве, и в Днепропетровске. Возьмите окружение того же Коломойского, Борис Филатов, например, или еще кто-то, которые просто говорят какие-то ужасающие вещи, что нам нужно просто вырезать русских, как там, и брать пример Латвии, нам нужно вводить институт неграждан, то, к чему призывает Филатов, ну, то откровенный фашизм. Откровенный фашизм. Это делают русские люди. А вот, вы знаете, когда Пескову пресс-секретарю президента задали прямой вопрос, Россия предоставила какое-то политическое убежище, гражданство Януковича и его компании, он говорит, я не говорю, что этого не было, я говорю, что я не знаю. Вот вы, как директор российско-украинского информационного агентства, знаете что-нибудь про эту ситуацию? Знаете, я могу только догадываться, но я предполагаю, что, конечно, предоставили. Ну, это было естественно, понятно, в общем-то. Давайте скажем честно, Янукович, конечно, нужно судить. Но пускай его лучше будет судить Россия, чем те украинские фашисты, которые сейчас беснуются в Киеве. Или тот же Запад, который не выполнил своих договоренностей 21 февраля. То есть, подпись трех министров иностранных дел, Германии, Польши и Франции, не значит ровным счетом ничего. Давайте мы уже сами будем разбираться, как субъект мировой политики, со своими сукиными сынами. Вы знаете, там есть еще другое мнение, что Януковича нужно не судить, а представить к награде. Потому что благодаря его действиям неуклонным Россия, вот как бы... Это, на мой взгляд, очень такой узколобый взгляд. Поясню, почему. Да, мы в результате нынешней ситуации получили Крым. Но мы потеряли Украину. Стратегически Украина гораздо важнее, конечно же. То есть, давайте мыслить все-таки большими пространствами, большими категориями. Крым это очень хорошо, это здорово. Но гораздо важнее была Украина вместе с Крымом, вместе с Киевом, вместе с Одессой, Харьковом, Днепропетровском и прочим. И Донецком, конечно же. Гораздо было важнее ее удержать. А вы считаете, вот то, что мы не удержали, это такой ледяный и останется? Или она все равно, как Югославия, расколется? Вот этот европейский выбор сделан. Да, теперь вот те идеи, которыми собирался тогда поиграть Янукович, они победили самого Януковича. И сейчас они главенствуют в Киевской повестке дня. Среди тех людей, кто пытается ее творить. Где в немалой степени этому пытаются способствовать представители американского посольства, европейских посольств. Я просто знаю это как факты. И эта европейская повестка дня предлагает дальнейшую регионализацию. Кто бы что ни говорил о единой соборной неделимой Украине, унитарном государстве, не будет больше никакой единой Украины. Я вам обещаю. Будет несколько региональных образований, субъектов, которые будут иметь свои взаимоотношения с Киевом. Да, это будет субъект, вот мы уже видим, отдельный субъект Донбасс. Он уже оформился. Вот сейчас в начале ноября там пройдут выборы. Он изберет своих уже официальных под телекамерами, под прицелом международных наблюдателей, которые приедут. И я думаю из Шотландии мы там еще с вами встретим на Донбассе наблюдателей. Из Каталонии, из Фландрии. Посмотрят они, как проголосует там народ. Выберут своих депутатов, жителей Донбасса. И эти уже депутаты изберут, соответственно, там будут формировать новую повестку дня. Будет избрана глава региона. Это будут уже легитимные лидеры Донбасса. Так или иначе, никто, ни Коломойский, своими деньгами шальными, ни Порошенко, никто не в состоянии дальше оставить этот процесс. Он может проходить очень быстро, так как мы видели на наших глазах русская весна, раз Крым, два Донбасса. Все буквально в течение одного месяца происходило. Может быть, сложно говорить о сроках. Это может быть недели, месяцы, это может растянуться на пару лет. Но так или иначе, этот процесс дальше будет происходить. Отдельный регион Одесса Николаев-Херсон, который будет иметь свои взаимоотношения с Киевом. Сейчас этот регион удерживается исключительно волей Коломойского. Мы уже видим, как образован такой новоросский каганат со столицей в Днепропетровске, с деньгами Коломойского, который включает в себя от Харькова до Одессы, где губернатор Харькова, человек Коломойского, губернатор Одессы, человек Коломойского. Там расставлены пока свои персоны. Но они не взяли и они никогда не возьмут всю региональную элиту. Региональная элита пребывает в смятении до сих пор. И это тоже очень интересный момент. На Донбассе мы увидели с вами полную инверсию элиты, когда в силу объективных причин оказалось зачищено три эшелона. Вот первых три эшелона донецкой элиты. Первый, потому что это был эшелон, призванный Януковичем, им рекрутированный. Второй, это эшелон местных бизнесменов, которые, соответственно, тут же отказались от всего. И была же удивительная история, когда пытались собрать заседание Донецкого облсовета, там порядка ста депутатов. Ни одного депутата не было на территории Донецкой области. Ни одного. Все были за границей. То есть, вот вторая вот эта вот элита тоже, соответственно, оказалась зачищена. Третья элита, это люди типа, допустим, Павла Губарева там или кто-то еще. Это, в общем-то, люди еще не вошедшие в эту элиту, но туда входящие. Во многом, к сожалению, оказавшиеся за решеткой. Кого-то, как того же Губарева, удалось оттуда вызволить. Или как Костю Долгова, например, из Харькова. Кого-то не удалось, кто там до сих пор сидит. И это отдельная тема вообще. Но она тоже напрямую связана с созданием вот этих вот региональных субъектов. А вот вы знаете такого российского бизнесмена Дмитрия Мазепина? Честно говоря, впервые слышали. Вот они сейчас с Коломойским планируют на двоих купить Одесский портовый завод. Вы знаете, да, при Портовый завод. Есть такая информация, но должен сказать, что на данный момент это больше похоже на попытку Коломойского вам прощупать почву на тему все-таки выстраивания каких-то отношений с Россией. А я не думаю, что это случится. Я не думаю, что господин Мазепин, кстати, характерная фамилия, сможет это сделать, потому что ему это позволит сделать здесь, конечно. Ну, если он не хочет оказаться украинским бизнесменом, вряд ли он сможет стать партнером Коломойского по бизнесу. Это будет просто политически неверное решение. Ну, ходят слухи, что он хочет вывести свой бизнес из России хоть так, хоть эдак. И так что, возможно, это одна из тропинок, которую он прощупывает. Вопрос вывода бизнеса, он сейчас очень важен, потому что кроме... У него и химический вообще бизнес, вот он там... Это, вы знаете, не зависит от данного конкретного человека. Действительно, отдельная тема, но она тоже напрямую стыкует с Украиной. Это вопрос национализации элит. Потому что вот ситуация с Украиной, это тот гнойник, который вскрыл, вскрылся. И вместе со всей этой гадостью мы увидели там очень много всего, тех проблем, которые нам встали сейчас поперек горла, которые нам нужно решать. Да, вопрос вывода капитала за границу. Вопрос того, что у нас половина, ну, не половина, но некая довольно большая часть госслужащих оказалась такими пармезанами на госслужбе, как я это называю. С семьями на западе, с активами на западе. Это такие VIP-гостарбайтеры, которые прилетали в течение 10 лет на работу в Москву. Они работали, они из своего парижского или лондонского далека в понедельник садились на самолет, прилетали, значит, как бы поработать что-то, а в пятницу обратно к семье. Знаешь, таких людей не должно быть в нашей власти. И хорошо, что этот процесс нациализации элит хотя бы на уровне декларативном, я здесь не хочу обольщаться, начался. И дальше он также пойдет. Это уже та идея, которой ты не сможешь играть. Это уже она будет играть этими людьми. Вот Елена, читательница свободной прессы, задает такой вам вопрос. Украина переживает очередной виток махновщины политической, экономической, гуманитарной. Это ее мнение. Не кажется ли вам, что закон о люстрации может привести к более масштабному хаосу? И как вообще вы оцениваете уровень коррупции на Украине? Вот это продолжение того, о чем мы с вами говорим. Потому что люстрация, махновщина, это все продолжение регионализации. Да, вот давайте мы все-таки по регионам разберем, прежде чем перейдем к этому. Вот есть Донбасс, есть Новороссия, но Новороссия на данный момент делится. Да, есть там Одесса, Николаев, Херсон, все-таки как такие города Днепропетровска, Запорожье, отдельно Харьков. Пока эту цепочку регионов держит Коломойский. Но, знаете, Коломойский человек пока живой, с ним может что-то произойти, допустим. Не так много у него этих бойцов. И, в общем-то, это все рассыпется. Я думаю, что так оно и случится рано или поздно, в силу разных обстоятельств. Есть отдельно Закарпатье. Это вообще отдельная территория. Туда, например, не так давно ездил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Потому что там живут венгры. Там есть довольно компактное, несколько компактных поселений венгров, в основном возле Берегова, приграничье такое. Но там порядка 15% населения венгры. А 65% там населяют русины. Русины, которые, в отличие от европейских русин, не имеют вообще никакого своего представительства. Не говорю о национальных квотах. Хотя для них это актуальный вопрос. Национальное квотирование во всех силовых органах. В таможне, в налоговой, в местных органах внутренних дел и так далее. Это нормальная европейская практика. Посмотрите на несчастную Сербию даже, где не существует проходного барьера для партии национальных меньшинств. Вот неважно, сколько человек проголосовало, но обязательно, допустим, националист Рома, то есть цыгане, имеют там двух депутатов в сербской скупщине. Почему нет такого национального квотирования для... Это абсолютно европейская практика. И если мы хотим жить, Украина хочет жить по европейским законам, она будет жить по этим законам и никуда от этого не денется. И она будет жить по законам, где есть национальное квотирование для всех наций, потому что это европейская норма. И так далее, и так далее. А там уже возникают интересы у венгров, у словаков, где есть тоже много русин, это надо помнить. Допустим, в Сербии тот же самый Воеводино. Это единственный регион, автономная республика, где русины являются одной из четырех республикообразующих наций. И русинский язык является одним из четырех официальных языков автономной республики Воеводино. Это прекрасный пример для русинов в Закарпатье. И они должны этому примеру, я думаю, они и последуют этому примеру. Есть румыны, черновцы, буковина. И это, конечно, тоже вопрос. А там, где происходит паспортизация, она уже произошла. И в Закарпатье это венгерская паспортизация негласная, и в Буковине это румынская паспортизация. Там уже все от мал до велика, от тракториста до мэра, это я вот на самом деле говорю сейчас ситуацию, имеют паспорта, соответственно, соседних государств. И, в общем-то, любой, скажем так, аншлюз, он уже де-факто произошел. То есть, людям просто нужно вместо украинского паспорта в очередное утро достать свой там румынский или венгерский паспорт. И они останутся на своих местах. Все останется как есть. Но это уже будет территория другого подданства. И так можно взять любой регион. Теперь, что касается иллюстрации. Вы знаете, это в условиях Украины, конечно же, фикция. У меня есть некоторые товарищи, кто до сих пор входит в, скажем так, высшую государственную власть Украины. Хотя это люди, рекрутированные во времена Януковича. Они занимают до сих пор высокие государственные посты. И знаете себе, они абсолютно такие де-идеологизированные люди. Попросту говоря, люди заточенные исключительно на зарабатывании денег. Люди, знающие все виды коррупции. И коррупция сегодня на Украине, это факт, она значительно больше, чем во времена Януковича. Потому что тогда были хоть какие-то ограничения. Нужно было заносить папе, семье, там что-то отсюда. Дружить с сыном. Сейчас не надо никому ничего заносить. Соответственно, это такая коррупциемкая сфера ответственности, где ты отвечаешь только за то, что вот ты можешь сделать, и тебе никому не надо ничего наверх, там налево, направо отдавать. Делиться не нужно. Соответственно, масштабы выросли. И люди, заточенные на зарабатывание денег на Украине, вне зависимости от того, из какой они семьи, с маленькой или большой буквы произошли, они сейчас продолжают заниматься тем же самым, в еще больших, поверьте мне, масштабах. И ни о какой иллюстрации не думают. Они смеются над этим в открытую. Потому что, понимаете, когда говорят о иллюстрации, то надо понимать, что под иллюстрацией в первую очередь подпадает Петр Алексеевич Порошенко, министр экономического развития кабинета министров Николая Яновича Азарова образца 2010-2011 годов. Где Петр Алексеевич Порошенко? А он президент. А, значит, вот президента у нас же не касается иллюстрации. То есть все животные равны, но некоторые ровнее. И начинаем мы с головы. И дальше половина кабинета министров. Это люди, которые подпадают под иллюстрацию. И дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Так что это все, конечно, знаете, сказки про белого бычка, никакой иллюстрации там не будет. Вернее, то, что мы видим сейчас, то, что называется иллюстрацией, ну это такая, знаете, картинка для бедных перед выборами, что вот посмотрите мы тут какие чистые, честные революционеры. Мы знаем этих революционеров. Мы знаем Владислава Каськина, который возглавлял в 2004 году организацию Пора. Вот, кстати, очень характерный для Украины пример. Человек поднялся на грантовских программах различных американских НЖО, типа там USAID, Республиканский институт, Демократический институт. Много жду туда ездил, сформировал свою команду. Был одним из лидеров оранжевой революции 2004 года. Владислав Каськин, мы помним, там желтая пора, была такая организация, ее там преследовали. Вот, а потом революция победила. Эта партия осталась, она там баллотировалась, пыталась принимать части в различных выборах, ничего не получалось. Кстати, была вместе с Кличко в одном блоке тогда. Прошли годы, пришел к власти Янукович, Владислав Каськин при Януковиче возглавил национальное агентство по инвестициям и инновациям. Стал советником Януковича, советником того президента, с кем он яро и люто боролся пять лет назад. Но это еще не конец истории. Он и сегодня, после того, как Януковича уже свергли, а такие люди, как Каськин, остались. Да, формально он больше не возглавляет национальное агентство по инвестициям Украины. Теперь возглавляет его правая рука Сергей Евтушенко. А он формально отошел от дел, как бывший советник Януковича. Но это все произошло только формально. Все на самом деле осталось на том же месте, из одного кармана перешло в другой карман одного пиджака. Мысль ясна по иллюстрации. Вот Антон спрашивает. Верховная Рада Украины приняла проекты постановления об изменении границ районов Луганской области. И не кажется ли вам, что это по существу рейдерский захват территории? Я не очень чего-то помню. Это фикция. Это фикция, понимаете. Украина живет, Киев живет в альтернативной политической реальности. Говоря так интеллигентно. Говоря по-простому, они себе сами придумывают какие-то политические формы, словоформы, которые абсолютно никакого отношения к действительности не имеют. Можно зайти в любую психбольницу и видеть, что там у каждого пациента есть своя реальность. У Киева тоже есть своя реальность. Но с действительностью она ни малейшей связи не имеет. Поэтому законы о люстрации, законы об изменении границ Луганской области, как и, впрочем, назначение губернатором Луганской области Геннадия Москаля. Геннадия Москаля, простите, что он там контролирует в этой Луганской области? Он приехал, недавно тут было видео, матом построил там каких-то местных жителей на границе в прифронтовой территории. А попробовал бы он это сделать 15 километрами восточнее, где Луганская народная республика? Думаю, что ничего бы у него не получилось, мягко говоря. Это реальность, в которой принимаются законы об особом статусе, экономическом статусе Крыма, части Российской Федерации. Это альтернативная реальность, в которой абсолютно ничего общего уже не имеется в действительности.